И так, для индивидуальных предпринимателей, вы знаете, изменяется система налогообложения. Значительно изменяется. С 2024 года у ИПшников не будет НДС, и остается только подоходный налог 20%, с возможностью просто отнять затраты 20%, я часто называю это вычет, либо затраты документально подтвержденные. Ну и эффективная ставка для подоходников, которые применяют вычет, остается 16%. Изменения налоговой системы налогообложения для ИП дальше продолжаем. Значит, если выручка индивидуального предпринимателя за год или в текущем году, правильно сказать, составит, превысит 500 тысяч белорусских рублей включительно, то тогда такой индивидуальный предприниматель со следующего года не сможет заниматься деятельностью в форме индивидуального предпринимательства и должен будет либо прекратить эту деятельность, либо создать юридическое лицо. Если такая деятельность будет продолжаться, то это будет нарушение законодательства вплоть до признания незаконной предпринимательской деятельностью. Это нужно учитывать и уже планировать сейчас свои какие-то обороты. А можно вопрос. Касается это индивидуальных предпринимателей, которые сами работают без предвлечения? Всех касается. Это касается абсолютно всех и даже тех, кто работает на едином налоге. Я столкнулась тоже с таким фактом, что единщики думают, что это их почему-то не касается. Это касается всех, это тоже нужно подсветить. Так, давайте еще здесь скажем важные вещи. Наверное, следующие. В формулировках налогового кодекса, по крайней мере, в одной из версий я видела формулировку доход. То есть доход 500 тысяч. Ну, как мы помним, опять-таки с формулировок налогового кодекса, особенно в части, когда речь идет о налоговой базе, там четко указано, что налогом по доходам облагается доход, то есть выручка за вычетом расходов. И там же, где-то, но уже между строк, становится понятно, что доход и имеется в виду выручка. То есть не надо думать, что 500 минус расходы. О, так у меня там еще есть какой-то зазор, я еще ничего не нарушаю и могу сохранить ИП. Нет, так не получится. 500 тысяч – это именно оборот или выручка. Так, что делать нам, если мы были ИП с НДС? Нам законодатель дает какие-то переходные рычаги и говорит, что есть, вот как минимум, сколько у нас, 4 пункта, которые можно применять в случае, если сделка, грубо говоря, до конца не завершилась, а уже наступил 2025 год. То есть будут применяться нормы законодательства в порядке действующем до 1 января 2024 года в отношении товаров, работы, услуг, имущественных прав, отгруженных, выполненных и так далее, переданных до 1 числа, но момент фактической реализации, который наступит с 01.01.2024. Давайте поясним, что здесь такое. То есть я уже отгрузил, все передал, документы оформил. Так, что за момент фактической реализации? У нас вроде и это описано в Налоговом кодексе. Мы с коллегами порассуждали и решили, что в первую очередь здесь речь идет о внешнеэкономических договорах, в которых действительно может быть указано, что момент фактической реализации, при том, что уже оформлены все документы, ЦМР и так далее, наступает только тогда, когда груз доезжает до получателя. Вот в этом случае этот момент фактической реализации важен. Дальше. Фактически полученных с 1 января 2024 года сумм, увеличивающих налоговую базу по товарам, работам, услугам, имущественным правам, отгруженным, переданным до 01.01.2024 года. Ну тут все ясно. Дальше два пункта про курсовые разницы. Я в них не буду внедряться. Это просто надо почитать, как это работает. Но имейте в виду, это может быть тоже иметь влияние на налогооблагаемую базу и на показатели по НДС. И что здесь нам с вами надо уяснить, что пункт 13 статьи 4 проекта НК, те индивидуальные предприниматели, которые работали с НДС, должны внимательно изучить и понять, как это работает. Ну или изо всех сил стараться, чтобы все сделки были завершены в этом году и документально, и момент фактической реализации был вовремя признан. И тогда, в принципе, вопросов не будет, потому что многие ведут учет самостоятельно и могут возникнуть какие-то вопросы. Так, установлен запрет на вычет сумм входного НДС, включая суммы НДС по основным средствам и нематериальным активам, не принятых к вычету УИП до 01.01.2024 года. То есть если, ну что у нас там может быть чаще всего, лизинговые автомобили какие-то, откуда возникает НДС, ну по товарам закупленным и еще не проданным. Весь этот НДС, он, ну грубо говоря, у нас сгорает. И если мы не используем его до конца декабря, то все, он уже никак и ничем нам не поможет. Ну, он вроде бы и не нужен, но если вдруг кто-то копил и хотел что-то там уменьшить, оптимизировать, такой возможности не будет. И предусмотрено также, что такие суммы налоговычету не подлежат и будут относиться на увеличение стоимости или включаться в расходы при исчислении подоходного налога. Ну это понятно. На увеличение стоимости, все, что бы мы не купили. То есть все вот эти истории с покупками автомобилей, да, и оптимизации расходов, наверное, может и будут и неинтересными уже. Но, а может и да, потому что все равно на увеличение стоимости, все равно расходы будут расти. Может быть и можно еще что-то придумывать. Ввозной НДС у ИП остается. Можно было бы ошибочно посчитать, что, а, раз нет НДС, ну все, привет, буду возить тут эти маркетплейсы, за тарих это там, в принципе, обязанностей-то и не возникает, если только в Беларуси не продал. Но, тем не менее, уже на вот этот вот нет НДСа, уже-то я думаю, что пару сотен лампочек загорелось, сейчас я что-нибудь придумаю. Нет, входной, ввозной, вернее, ввозной НДС у ИП остается, как и налог на доходы иностранных организаций, в случае, если не будет справки о месте нахождения компании, с которой заключен внешнеэкономический договор, и нельзя будет применить избежание двойного налогообложения. Поэтому здесь тоже аккуратно. Что же делать в этом случае, когда ИПшника, так сказать, со всех сторон обложили, и становится понятно, что куда-то надо бежать? Ну, во-первых, надо посчитать. Я всегда всем говорю, что нужно считать. Надо прикинуть, что было бы, если бы мы создали ЧУП или ООО, и там можно взять общую систему налогообложения и работать с НДС. Четко на цифрах, на тех оборотах, которые уже сейчас есть, прикинуть. Если показана работа только на общей системе налогообложения, значит, надо, не знаю, там сжать зубы и идти организовывать юрлицо. Хотя у меня, например, никогда не было ИП, я не очень-то и страдаю, но это мой частный случай. Перейти на вычет 20% вместо расходов, документально подтвержденных, или наоборот. То есть здесь тоже можно каким-то образом, может быть, лавировать. За счет изменений, которые сейчас происходят, переход на 20% упрощает учет, или наоборот, может быть, надо переходить, собирать расходы с учетом того, что происходит. Но один из вариантов. Помониторить рынок и максимально общаться много со своими коллегами. Что делают они? Какой бизнес они вели? Что происходит? Они будут ждать, когда наберется, там, я не знаю, 490 тысяч и пойдут открывать юрлицо? Или будут все-таки с начала года что-то делать? Какие могут быть варианты? Здесь наперед хочу сказать, что действительно, это не значит, что нужно вот прямо сейчас идти делать компанию. Первое. Второе. Нам все-таки говорили, анонсировали, что будет некий бесшумный переход из ИП в юрлицо. И, возможно, это тоже будет какой-то выход, когда мы с вами будем говорить о гражданском кодексе. Там косвенно есть отсылки к тому, что готовится к этому бесшумному переходу. Чем это хорошо, особенно для тех, кто занимается на маркетплейсах и успешно, там, где карточки уже продвинулись до неимоверных высот, там, где несколько тысяч отзывов, хорошая конверсия и так далее. Это хорошо тем, что, как нам опять-таки обещают, при бесшумном переходе УНП, которое было закреплено за индивидуальным предпринимателем, оно сохранится и передастся ЧУПу. Ну, скорее всего, ЧУПу, ну, может быть, и ООО. И это значит, что не будет необходимости вносить такие существенные изменения в регистрацию на маркетплейсах, потому что УНП сохранится, а это один из важнейших признаков для регистрации на ИП, реквизитов, вернее, на маркетплейсах. И карточки успешно продолжат сфункционировать и приносить прибыль. Но это пока что только наши домыслы, мы ничего не можем сказать конкретно. Поэтому это моя сентенция к тому, что не надо торопиться, надо посмотреть, потому что помните, что ИП в Минске до сих пор не регистрируют, и не нужно разбрасываться этим заветным статусом. Учет доходов и расходов теперь будет только по отплате, по отгрузке учета не будет. И что это значит? То есть на дату их фактического получения в соответствии с пунктами кодекса, но фактического получения денежных средств. Там дальше описаны пункты, что это могут быть за средства. С одной стороны, это где-то упрощает жизнь индивидуальных предпринимателей, но я знаю, что многие по этому поводу горюют от того, что теперь только по оплате. Потому что способ по отгрузке тоже давал какие-то возможности для налоговой оптимизации абсолютно законной. Приходится каждый раз говорить, что это абсолютно законной, потому что оптимизация у нас уже какое-то ругательное слово стала, хотя на самом деле это не запрещено законодательством. ИП на едином налоге. Предполагается увеличение ставок единого налога незначительное, не такая, как по сравнению, когда был в прошлом году переход в разы, когда они росли здесь. Просто какой-то индекс применяется небольшой, но тем не менее они подрастут. Планируется дополнить список товаров, которыми и поединчики не смогут торговать в розницу. Здесь, в первую очередь, это ограничение для тех, кто торгует жидкостей для систем курения. Это очень популярно, как вы видите, много островков, и может быть кто-то даже и не знает, что есть эти ограничения. Также будет дополнен перечень услуг. Почему-то уборка территории от снега и льда попадает в этот список, то есть тоже нельзя будет заниматься на едином налоге. Но, возможно, это можно будет делать спокойно в рамках налога на профдоход. Ну и помним, что и поединчики ведут учет валовой выручки для расчета размера превышения 40-кратной суммы единого налога. С превышения платится 5%. Если будет установлено, что все-таки превышение было, а налог не уплачен, будет штраф. Ну и, как я уже говорила, граница в 500 тысяч рублей для единщиков актуальна так же, как и для тех индивидуальных предпринимателей, которые ведут свой учет по системе налогообложения подоходный налог. Вычеты у ИП. Первое важное и интересное изменение. Еще в прошлом году я рассказывала, что вычеты индивидуальных предпринимателей, у которых нет основного места работы, могут пользоваться вычетами. Здесь, правда, еще добавлялся стандартный социальный имущественный вычет. Так вот, с 2024 года ИПшники, у которых даже есть основное место работы, но, скажем честно, для чего оно было раньше? Для того, чтобы не платить ФСЗН. С 2023 года эта норма не актуальна уже нам, все равно мы все должны платить ФСЗН. Поэтому и зачастую негде было разгуляться, я имею в виду суммы зарплаты в найме, где можно было бы эти вычеты применить. Хотя абсолютно есть и нормальное число товарищей, которые успешно работают в найме, получают хорошие зарплаты и ведут индивидуальное предпринимательство. Но эта норма интересна для тех, кто все-таки рассчитывает сам на себя и классический индивидуальный предприниматель. Так вот, даже имея основное, пусть номинальное место работы, можно будет применять вычеты. Правда, социальные и имущественные. Социальные – это оплата за обучение, страховые взносы. Напомню, что индивидуальные предприниматели могут успешно купить страховки себе, своим близким, ближайшим родственникам и положить это, вернее, взять как вычеты. Про затраты здесь даже речь не идет, а взять как социальные вычеты. И такие вычеты могут быть применены как социальные, так и имущественные. И имущественные – это льготные получения кредитов, если мы стояли в очереди. То есть купили жилье, у нас была справка о том, что мы стояли в очереди, мы купили квартиру, и на основании этого мы тоже можем в налоговой декларации ставить вычеты. Но эти вычеты можно применять только один раз в год. То есть если мы имеем основное место работы и хотели бы применить вычеты как индивидуальный предприниматель у себя, это можно делать, но только один раз в год в декларации за четвертый квартал. Прикладываются документы и применяется вычет. Не каждый квартал, а только один раз в четвертом квартале. Но тут, конечно, может возникнуть вопрос, насколько это выгодно, но опять-таки мы понимаем, что мы должны как-то свою выручку пытаться, если это возможно, распределять так, чтобы если мы в четвертом квартале применим все положенные нам вычеты, там было из чего вычитать.